Столетний юбилей службы сотрудники уголовной исполнительной инспекции отмечают на работе, проверяют, как ведут себя осужденные, чье наказание не связано с заключением под стражу. Здесь, например, живет вор-рецидивист, которого суд приговорил к обязательным работам. Мужчина игнорирует уголовную инспекцию, трудиться не хочет, а дверь не открывает. Сейчас у него уже достаточно много прогулок. Вы поклоняете он достаточно долго, сейчас будут направлены документы в суд на замену обязательных работ лишения свободы. Если он не появится на суде, то будут, значит, разыскные мероприятия, и он будет через розыск отправлен в колонию поселения. Наказание на более тяжкое меняют часто за нарушение режима употребления алкоголя или несоблюдение правил, установленных судом. В Книшемском отделе УИИ больше 300 подопечных за всеми глаз да глаз. Ни благополучных, к слову, совсем даже не большинство. Сегодня у нас состояло лицо, в отношении которого было избрано меры пресечения в виде домашнего ареста с января, в отношении которого были применены электронные средства контроля и надзора, это стационарное контрольное устройство. И в праздники он допустил нарушение, вышел за пределы жилища, которое не имело права по решению суда покидать. И по постановлению Книшемского городского суда мера пресечения в виде домашнего ареста ему заменена на заключение под стражу. Марина – мать четырех детей. У нее отсрочка наказания до момента исполнения младшему ребенку 14 лет. Если в ближайшие годы женщина будет хорошей матерью, ей зона не грозит. А так у Марины никаких ограничений. Суд вошел в положение женщины и учел тяжелые обстоятельства ее судьбы. Она проживает на пособии на детей, сама что-то подрабатывает, а сожитель у нее пропил все последние деньги. И она не выдержала и ударила его сильно предметом посторонним. Поэтому она у нас стоит на учете. Пока у Марины только одно взыскание. Просрочила она получение паспорта сыну. В остальном все отлично. Дети сыты и довольны. Все четверо. Марина ищет работу, а содеянным не жалеет. У меня четверо детей. И с одной причиной он вообще в этом во всем виноват. Мне судья говорит, разойдите с ним, не живите больше тогда. И вот я познакомилась с другим человеком. При нем у меня с четырьмя детьми. Под контролем УИИ и приговоренные к исправительным работам. Трудятся такие люди в основном на благо города. Получают минималку. На работу должны ходить каждый день. У вас срок какой? Четыре месяца. Четыре месяца. Статья у вас по алиментам. Из зарплаты вычитают в счет погашения. У этого мужчины наказание за алименты. За тщательностью выполнения работ следит мастер. Он же ведет и дневник посещения. Из прав работы у нас в основном направляются люди непосредственно на работу в городе. На уборку города. На поддержание чистоты. Но один человек у нас направлен непосредственно на ремонт и обслуживание здания. У нас дисциплинарное взыскание. Две дисциплинарные взыскания. У нас идет увольнение по статье. У сотрудников инспекции работа как у воспитателей. Следить, чтобы осужденные вели себя хорошо и не нарушали. За взрослыми контролю больше, чем за детьми. Да и наказание для них жестче. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова, Кинишма.